Помимо гениального ума, вы наделены еще огромными талантами и потрясающей внешностью. А как простому смертному с несуразной внешностью повысить свою популярность у женщин? Какие конкретные качества нужно разливать, чтобы скомпенсировать неказистый внешний вид? Ну, Андрей, мой дорогой, это же очень-очень просто. Во-первых, ничего не делайте. Чтобы повысить успех у женщин, не надо ничего делать. И вообще, чем меньше вы ее любите, охмуряете и пытаетесь что-то, тем лучше. Значит, эти граждане, гражданки, они, конечно, в России очень понтовые. Они чем быдлее какая-то шалава из провинции, она хочет, чтобы, да, у нее было сразу много, чтобы не деньги, шубы, машины, квартиры и Майами. И прочее. Но я думаю, что и все включено в турецком Саратове достаточно. Вы знаете, вообще, самки, они эволюционно нацелены как раз... Вам ничего не нужно делать. Они нацелены на вас. Они нацелены, чтобы вас обмануть и охмурить. Причем сделать так, чтобы вы были уверены, что это вам нужно, что это вы их очень хотите. Это же вот тоже Андрей пишет, но он не понимает, что это не только государственная идеология, но и самки тоже сделали так, чтобы ему доказать, что это ему очень нужно. Прямо очень нужно, хотя совершенно это не нужно. И вот, надо ничего не делать. И понятно, что чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, но помимо этой поэзии поклонника такого традиционного общества, я бы сказал, что есть какие-то, слушай, есть отмычки, но я даже не хочу о них говорить, потому что я считаю, что надо как-то меньше тратить энергию. Это вообще другой вопрос. А нужно ли это? Часто задают люди вопросы, связанные с чем угодно, с историей, с исследованием, с наукой, литературой, с политикой. А я в пандан задаю вопрос, а нужно ли это? А нужно ли, да? И посмотрите, есть в интернете, есть на канале, называется Евгений Панасенков, рассказывает грузинский анекдот. Вот послушайте этот грузинский анекдот от меня, и вам будет слушать, все понятно про женщин, про все совсем, и на все будущее совсем понятно будет. Давай дальше.